здравствуйте уважаемые друзья переходим ко второй части изготовления теплых грядок кубиков теперь мы с вами разберемся где какие детали и какой материал нам необходим для их изготовления то есть на монтажной схеме у нас прописаны все позиции давайте пробежимся то есть сами ножки у нас выполняются из деревянного бруска 40 на 40 50 на 50 причем они в землю заходят на глубину примерно полметра чтобы грядка туда-сюда не ходила в принципе можно сделать их и покороче доска идет у меня шла дюймов к шириной 100 миллиметров то есть из обрезков я выполнил именно вот сам короб на предыдущем ролике я вам показывал фотографии единственное что не сказал что именно вот эти грядки без каркаса они уже используются пятый год кто-то спрашивает нужно ли красить не нужно ли красить красить нужно то есть берите любую какую-то краску для наружных работ атмосферостойкую краску там или грунтовку какую-то но доски надо в любом случае покрывать в будущем я хочу наверное на будущий год заменить вот эти вот бруски потому что они гниют в первую очередь заменить бруски на уголки и с помощью саморезов по металлу уже фиксировать на них доски далее у нас позиция 9 это он идет брусок строганы 20 на 45 почему брал строганы потому что с ним удобнее работать если есть не строганы то берите такой можно где-то обшкурить тем более что вы с ним будете работать строганым материалом гораздо работать лучше приятнее так скажем по периметру у нас зеленым цветом позиция 10 тоже идет брусок позиция 5 это идет профиль для гипсокартона отмеряйте все по месту потому что грядки вот у меня идет как шла которая метр 10 которая метр метр сто пятьдесят в общем размеры все шли разные я просто по месту отмечал уже и отрезал как мне нужно было вот таким вот образом вид сверху то есть как вы видите вот брусок то есть я как и говорю что брусок я на будущий год заменю металлическим уголком посмотрим что получится потому что уже вот эти вот бруски которые находятся в земле они все находятся в земле они начинают уже как говорится гнить далее как раскроить укрывной материал укрывной материал у нас обычно идет шириной 3 метра длину нам могут сделать любую вот таким вот образом мы его размечаем мы размечаем по кстати здесь размеры не проставлены размечаем мы его по метр двадцать по метр двадцать таким вот образом и линия разреза линия отреза показано вот здесь то есть мы получаем две буквы г то есть четыре у нас вот эти вот куска закрывают стороны а сверху идет как так называемая нахлобучка причем из вот этого куска у нас получается материала на два чехла по заполнению я выполняю следующее заполнение не надо считать это догмой кто как хочет то так может и делать но я для себя выбрал именно вот такую вот схему заполнения то есть я убираю именно под грядкой на глубину примерно 200 миллиметров не на этом бегать рулетка примерно там выкопали на штык заполнили там обрезками всякими обрезками досок ветками опилом картоном пеньками там и так далее все такое крупногабаритное там можно и бумагу положить далее у нас идет сено солома сорняки потом у нас чередуется плодородная земля сено солома опять сорняки плодородная земля и верхний слой я делаю 200 миллиметров как раз та земля которая нам необходимо чтобы растение когда мы его высадили прижилось если мы сделаем здесь например видел как у некоторых огородников то есть они делают большой слой соломы и растение когда доходит до соломы там получается пустота и растение погибает то есть здесь даже можно 250 миллиметров то есть смотрите и после этого как мы все высадили организовали полив нам необходимо все это хозяйство замульчировать то есть по разрезу все как бы понятно все материалы какие вам необходимы здесь я описал единственное что не прописал материала для полива там и так все понятно в предыдущем ролике я вам говорил ну и еще не учтена 11 позиция это краска то есть краска грунтовка для наружных работ атмосфера стойкая всегда покупайте и покрывайте свои доски чтобы ваши грядки служили долго хотя у меня они покрашены только снаружи внутри ничего не покрашена но уже пятый сезон они прекрасно собственно говоря чувствуют за исключением вот этих вот стоек после того как вы отметили все разрезали отрезали вот эти вот места углов уголки вам нужно будет прошить причем у вас корпус получается делайте с таким корпуса чехол делайте запасом то есть можно здесь взять не метр двадцать то есть смотрите чтобы у вас на грядке это чехол а можно было одеть нормально не натягивать не рвать ничего что был запасом то есть если у меня по наружу метр десять то ширина у меня метр двадцать остается запас каждого края сантиметров по 5 здесь еще плюс прошивка угла у вас займет то есть края ну по сантиметру так скажем задействуйте то есть вывод когда начинаете сгибать у вас получился вот угол если кому-то непонятно вот вот у вас например получился вот ваш такой каркас то вы вот это вот место просто сжимаете и вот прошиваете вот чтобы был виден именно была видна линия линия сгиба вот таким вот образом все это делается все это несложно не сильно трудоемко так что рекомендую с кому нужно скачивайте данную спецификацию она будет формате pdf я все это выложу в группе в своей тгв лэнд ссылка будет дана под роликом с вами был канал дачный созон до скорых встреч